Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала! В сегодняшнем видео мы разберем, как правильно работать с молоком, также мы рассмотрим основные ошибки вегетарианцев, плюс найдем то место, которое является источником всех молочных бактерий. Так как в предыдущих статьях мы с вами выяснили, что молочные бактерии это основа жизни и здоровья нашего на земле, потому что они делают среду щелочной, а щелочная среда как раз обеспечивает нам жизнь и здоровье, молодость, красоту и так далее, то нужно понять, как работать конкретно с молоком, для того, чтобы не совершать тех ошибок, которые сейчас совершаются повсеместно, для того, чтобы получить максимальный эффект и знать, как работает природная система. Дело в том, что молоко, как я уже говорил в своей статье, вода – основа жизни, ссылки на все использованные материалы, как всегда, будут под видео. Молоко – это промежуточный продукт, он подходит для детей, потому что в нем все есть, что нужно для развития, роста и развития. Вода, белки, минеральные вещества, жиры, углеводы, аминокислоты, молочный сахар и еще много-много чего другого нужного и полезного для человека. Но все это подходит для человека в возрасте до двух лет. Потому что в возрасте до двух лет у человека еще не выработан свой иммунитет, и мама не только его кормит, но и обеспечивает его своим иммунитетом. Работает это так. Если мама инфицированно заболела, то лейкоциты в организме матери вырабатывают защитные антитела к болезни. Отдельные лейкоциты попадают в грудную железу, и там вырабатывают антитела. Антитела к инфекции матери попадают в молоко и защищают ребенка. Если же болеет ребенок, мама вдыхает и поглощает патогены с кожи ребенка, когда его целуют, нюхают, моют, прижимают к себе. Иммунная система мамы получает информацию об инфекции и активизирует свои лимфоциты. Активированные лимфоциты проникают в грудь мамы и начинают секретировать в молоко антитела. Ребенок сосет грудь и получает обновленную защиту антител. Выработанных специально для борьбы с актуальной инфекцией. Вот зачем нужно кормление грудью, кормлением материнским молоком. И конкретно женщин, которые, как говорится, родили этого ребенка. Вот чем оно важно. В свете этого возникают огромные вопросы к так называемым прививкам. В первые два года жизни ребенка, посмотрите, какое их огромное количество. Такое ощущение, что, конечно, это ребенок в роддома попадает только алкаши, да и наркоманы. Это не тема нашего сегодняшнего видео. Это просто повод задуматься. Если, как говорится, молоко матери защищает ребенка, то зачем эти все прививки? Они у матери есть. Понятно было бы, если бы они делались после двух лет, когда иммунитет ребенка сформирован, и он начинает жить самостоятельно. А так иммунитета нет, а у матери он есть. Зачем ребенка, а то они инфицируют. Тогда нужно сказать матерям, что обязательно кормите грудью, чтобы помогать ему в защите от всех этих реакций. А так такое ощущение, что они просто ставят эксперименты, как говорится, кто выживет, тот и выживет. Ну, не об этом сейчас речь. Речь о том, как правильно поступать все-таки с молочными бактериями. Вот на примере молока. Вот вы взяли, например, трехлитровую банку молока. Продолжим в этом направлении. Вот она, трехлитровая баночка молока. Вы должны ее поставить в теплое место при температуре примерно 36 градусов, для того, чтобы получить от этого молока максимальный эффект для здорового уже человека, взрослого, тому, кому больше двух лет. Через сутки, я специально вот его передержал, вот молоко на второй день при температуре 36 градусов, образуются вверху сливки. Вот видите, красным я выделю, как раз уже водичка там образовалась. Вверху сливки или домашняя сметана, внизу простоквашь. Наша задача эти сливки снять простой деревянной ложечкой, чтобы не побить банку эту стеклянную. Мы их снимаем, они видны, они вот они, вид сверху, они желтоватого цвета, вы увидите, как только пойдет или водичка, или белый цвет, снимать уже не нужно. Сняли в отдельную полулитровую баночку, вот это как выглядит, и размешали. И содержимое самой баночки полулитровой, и содержимое, то, что осталось в банке. Это нужно, чтобы все было равномерно. И вот, пожалуйста, прошли сутки, мы уже с вами имеем отделенные сливки, которые мы ставим тоже в холодильник еще на сутки. И в теплом месте оставляем оставшуюся простоквашь. Через сутки у вас будет потрясающая сметана, вот ее показатель по ВП метру, минус 226, 225. Это отличное лекарство, потому что еда становится вашим лекарством. Она в два с половиной раза лучше, чем кровь здорового человека. Поэтому сметана или домашние сливки, она лучшая заправка для любого овощного салата. Потому что она запускает в овощах тоже процесс сквашивания, делая их максимально полезными. Я всегда на основе сметаны делаю себе вот эти салатики, чего я вам рекомендую для получения максимального эффекта для здоровья. И вот мы получили эту сметану. Мы ее можем использовать, как говорится, как в таком виде, как заправка для салата, как добавка к тому же творожку, но и пойти дальше. Как сделать здоровое, живое масло, просто путем взбития и применения холодной воды. Есть ссылочка под видео. Девчонки прекрасно разобрали, показали. Так что перейдете там. Масло из сливок или домашняя сметана, посмотрите, как это делается. Все. Что же с молоком? На второй день при температуре 36 градусов, после того, как мы сняли сливки и размешали, образуется два слоя. Вверх – это живой творог. И низ – это водичка. Водичка, которая осталась. Вот этот. Я беру сито. Оно алюминиевое, ну, чтобы на марлю постоянно его не тратиться. Оно мелкое сито. Сливаю это в сито. Там внизу трехлитровая емкость. Сито тоже трехлитровое. Этот творожок хорошо, как говорится, прошел сквашивание. Вот он, ценненький такой. И водичка пролилась. Вот так выглядит полноценное сквашивание. Все. И в итоге мы получили творог домашний, живой. Около одного килограмма. И сыроводка около двух литров. Не смейтесь. Действительно, интересное название, так как это сырая вода. Сырая вода, которая лечит душу. Все у нас извращено. На самом деле, водка – это вода, которая лечит душу. Ка – это душа. А то, что она сырая, она не прошла никакую обработку, кроме природного процесса. То же самое и с пивом. Пиво – это питьевая вода, просто сокращение. А сыроводка – сырая вода, вода, которая лечит душу. Ее раньше брали вообще, водка делась как? Брали из семи щелочных источников подземных вашего региона, где вы проживаете. Ее смешивали, могли добавлять трав. И получалась вода, которая лечит душу, водка. У нас получилась сырая вода, которая лечит душу. Потому что у нее показатель большой по ВВП метру, где-то минус 220 тоже. Единственное, что зимой он может быть меньше. В зависимости от состояния коровы, как прошло сквашивание. То есть, не пугайтесь. Главное, чтобы показатель по ВВП метру был минусовой. Вот, как говорится, мы получили все, что нам нужно. Можем использовать по прямому назначению. Я, например, люблю домашний творожок со сметанкой, с ложечкой меда. Горица по утру. Очень всем рекомендую. Есть, конечно, продолжение. Можно сделать сыр из творога домашнего. Посмотрите это тоже в ссылках под видео. Я не хочу здесь долго останавливаться на этом. Честно говоря, по сыру вопрос нужно развивать. Потому что там они хоть и применяют температуру в этом рецепте. Хотелось бы восстановить натуральные сыры. Я бы вот тот сыр, что я вам показывал. Вот он. Просто бы ставил под гнет. И у вас получалось. Может, соль и добавлял. Получалось бы что-нибудь типа брынзы. Когда уже дополнительной обработки не нужно. Здесь же рецепты надо усовершенствовать, добавлять. Потому что здесь есть температура. И все-таки творог, конечно, тут специфически применяется. Ну, посмотрите все под видео. Кому интересно. Да, оно вкусно получается. Но я бы рецепт все-таки продолжил усовершенствовать. Пока у меня на это времени нет. Я хотел бы вам просто показать основы. Все ссылки на материалы под видео. Так, вот эта водичка, что у нас осталось. Она прекрасно смягчает раздражение. Снимает спазм. Утоляет боль. Растворяет слизь в дыхательных путях. К тому же это еще отличное питание. Эффективнее всего потреблять утром натощак. Прекрасно. Прекрасное лечебное здоровительное средство. Я бы его как госпрограмму вообще ввел в принудительном порядке. В армии, в больницах, в детских садах. Потому что это максимально эффективное лекарство. Причем которое фактически ничего не стоит. Вот это показатель зимней этой сыроводки. Как я люблю называть. Вот он минус 120. Да, летом оно должно быть минус 220. Все зависит и от коровы, и от молока. И как бы проводили скваши. Они полностью, не полностью. Ну, вот такие вот показатели. Если минус, уже говорит, что там все живо. Вам оно готово к употреблению. Потому что идеальный показатель крови минус 100. То есть это фактически идеально для употребления и для питания клеток. Которые из-за неправильного питания у нас полностью постоянно находятся и в кислородном голодании, и воды им постоянно качественно не хватает из-за этих дрожжей. Ну, это мы сейчас все посмотрим ниже. Плюс, как бонус, мы еще получаем в этой водичке у нас, в этой водичке вот вот здесь. В итоге где-то дня через два она отстоится и на низ выпадет. Самое интересное. Живой кефир. Будет где-то внизу 200-250-300 грамм этого кефирчика живого. Он тоже живой. Это как раз те микроорганизмы молочные, которые отработали. И в этой водичке будет осадок вот такой. Он самый вкусный, самый тоже полезный и самый качественный. Всем рекомендую. Его всегда очень мало бывает. Так что же нам дал... Зачем мы вот это сквашивание проводили? Все очень просто. Мы увеличили усвоение продукта до 95%. Такая усвояемость продукции уменьшает потребность пищи в 2-3 раза. Высокая усвояемость питания исключает лишний вес. В отличие от питания на дрожжах, что у всех сейчас построено, где 20% это усваивается, а остальное либо выходит через туалет, либо эти же дрожжи и другие микроорганизмы рассовывают по организму. Получается лишний вес. Почему? Питательные вещества поступили в кровь, а куда их девать? Ну давайте в жир и запихнем куда-нибудь. Вот и лишний вес. Здесь же сквашенный продукт. Фактически мы накормили, напоили клетки. Оно усвоилось максимально. И все, нечего складывать. Нет никаких жировых откложений. Плюс качество воды становится... и воды, и сметаны, и творога, и вот этого кефира натурального становится примерно от 120 зимой до 220 летом. ПВП метру. Что более чем в 2 раза лучше показатели здоровой крови. То есть это чистейшее лекарство, исполнение того принципа, что либо еда будет вашими лекарствами, либо вы будете есть лекарства, как еду, как многие сейчас и делают. Щелочная среда сохранила все витамины в продукте максимальное количество времени. Ну, в холодильнике у меня все это хранится и 2 недели, и 3. Я специально проверял. Там, единственное, образуется такой налет. Там молочные грибки уже начинают выходить на первый план. Ничего у них военного нет. Они тоже полезны. Это тоже надо продолжать развивать исследования. Потому что есть такое мнение, что основой питания наших предков было и споровое питание. Они специально там, именно питались более высшими, как бы, порядок. Это об этом и Шипшук говорит. Но это нужно изучать, потому что не все сразу. Плюс молочные бактерии устраняют максимум негатива из продукта питания. Ну, это я что говорил. Вот эта иммунная карта коровы, которая поступает, или козы, в это молоко. После сквашивания, фактически, все эти негативы, неусвоение продукта, оно максимально удалено. Потому что молочные бактерии завершили в течение двух дней свою работу. И мы фактически, я же говорю, это все равно, что получить 10 тысяч рублей. А через два дня вот таких вот манипуляций у вас дома окажется не 10, а 25 тысяч. А вы фактически ничего не делали. Вот зачем мы это страдали. Одни плюсы во всех направлениях. И мы не даем, как говорится, организму перенапрягаться. Все сделалось молочные бактерии. Наша задача только взять и усвоить. У тех, у кого все-таки проблемы с усвоением, очень рекомендую черный чай. Это чай, который использую я. Я его не просто так привожу, потому что он с антиоксидантами. С ним организм лучше усваивает молочные продукты. Если у вас какие-то проблемы. Плюс антиоксиданты, это тоже очень интересное направление. Это вещества, которые мгновенно улучшают воду примерно в два раза. Все это можно выявить при помощи ОВП-метра. Сейчас не самая главная наша задача рассмотреть эти антиоксиданты в веществах. Опять же, применяйте ОВП-метр. И узнавайте, в каких веществах они есть. Кофе, чай. Проверьте. Вы сами увидите. В кофе я их не находил, а вот в чаях находил. Вот эти чаи использую. Хотя, в основном, у меня Иван-чай, но о нем тоже поговорим отдельно. А теперь вопрос. Где же взять это молоко? И вообще, источник молочных бактерий? Обратите внимание. Мы только что смотрели, что происходит с молоком за один день. Здесь же молоко стоит не в холодильнике. Хранится не один день. И показания по ОВП-метру, что бы я ни мерял, все показывают однозначно. Молока в магазине нет. Нет молока. Вот эти все пакеты, на которых написано молоко, к молоку не имеют никакого уже отношения. Это все кислотная бурда, которая слабо усвоится организмом, принесет только вред. Вы потратите огромное количество энергии на его расщепление и, как говорится, структуризацию. Потому что они его обработали, побоялись вот этого процесса работы молочных бактерий. Побоялись здоровья. А вообще нужно перерабатывать и для взрослых людей уже молоко не продавать в принципе. Вон те три продукта, что мы получили, четыре даже. Домашняя сметана, она же сливки, творог. Плюс вот эта сыроводка, как я ее люблю называть, кефир. Вот это можно продавать. Она хранится долго. Из него делать уже масло живое. Ну, в принципе, этим я тоже и занимаюсь. Как говорится, в магазин не хожу. Плюс на этом экономить сумасшедшие деньги. И на здоровье, и на лекарства. И же потребность питания резко снижается. Все получается так, как заложено природой. Многие тех, кто сейчас, как говорится, со времен Советского Союза уже родился после СССР и попали в современную систему питания, скажут, вы знаете, источником молочных бактерий, наверное, является молоко из супермаркета. Те, кто рождены чуть раньше, в Советском Союзе нет, скажут, вот он, первичный источник молочных бактерий. Животные вот дают молочные бактерии, вот они отсюда. Вот из животных. И оба окажутся, ну, совершенно неправы. Вторые, конечно, частично неправы. Дело в том, что источник молочных бактерий первичный. Именно первичный, не животные. Вопрос, а кто? Все очень просьбо. Это почва. Да, почва с глубин более 5-7 сантиметров, первичный источник молочных бактерий. Дело в том, что почва, по сути, состоит из двух типов бактерий. Это важно знать. Верхний тип, это первые 5-7 сантиметров, который любит кислород и живет вверху, поэтому. И нижний тип, где бактерий множество, но основные из них молочные. Вот они-то и формируют и траву, которую съест в итоге корова та же. Или любое другое животное. И уже у них в желудках запускаются процессы сквашивания. Так что не корова производит молочные бактерии, а в итоге молоко, просто добавляя свой иммунный портрет. А именно молочные бактерии берутся из почвы, если почва здоровая. Почему это сейчас не так, как они ее перевели на дрожжи, это мы посмотрим в следующий раз. Мы сейчас хочу вам показать основные ошибки вегетарианцев и сыроедов, которые думают, что все хорошо. Все живое и здоровое, созданное молочными бактериями, которые по корням растений попали в итоге во все живое, что мы едим. Ведь это-то все сформировано тем, той водой и теми молочными бактериями, что идут из корней растений. Вот оно должно иметь показатель по ОВП-метру минус 100. Измерения показывают, что все, что здесь живое и полезное, изначально можно всунуть в любое из них. ОВП-метр, и там же основная структура это вода, и если покажет минус 100, вот оно, пожалуйста, это качественное растение. Но везде произведена подмена. А в огромном количестве растения уже основа сельского хозяйства не молочные бактерии, а дрожжи. Поэтому здесь нужно держать ухо востро. Нельзя взять любую такую продукцию и сказать, о, все, он полезен. Нет, в том-то и дело, в том-то и основная ошибка вегетарианцев, сыроедов. Они думают, что все вот это может быть полезно, что все осталось по-старому. На самом деле это не так. Все нужно проводить сквашивание, посмотреть, что из этого выйдет. Как мы уже выяснили, сквашивание молока повышает его свойства и дает молочным бактериям закончить свою работу. То же самое и с другими продуктами питания. Сливы, помидоры, огурцы. Вы вспомните основу народного питания. Это все сквашивание. Потому что здесь происходят те же процессы. Улучшение усвояемости, сохранность витаминов, долгота хранения, завершение работы этих же молочных бактерий. Поэтому сквашивать нужно не просто молоко, а вообще все, что вы планируете потреблять. Дайте молочным микроорганизмам, которые содержатся во всем этом. А вы увидите, что все, что бы вы не сквашивали, оно будет белое. Иметь молочный привкус и показатель по метру, по хорошему, минус 225. То есть молочные бактерии во всем здоровом, подчеркиваю, завершат свою работу. Если все будет заражено, вы увидите брагу. Будут дрожжи, кислотность. Она выйдет и покажет вам, как говорится, из чего оно состоит. Особенно это относится к ГМО растениям и интенсивной химии. Но об этом мы поговорим с вами в следующих частях. Здесь я хотел бы просто обратить ваше внимание, что все старые алгоритмы не работают. Хотите что-то проверить? Квасьте. Как квасить? Это то же самое, как сквашивание, как говорится, молока, кваса. Как мы хлеб с вами квасили. Вопрос только в сроках и в ваших, как говорится, достижениях. Предлагайте свои рецепты, потому что продуктов огромное множество. Но их надо сквашивать, получая максимальный результат, как делали наши предки. То же самое хотелось бы обратиться к вегетарианцам, которые любят вот такую коровку рисовать. И на вопрос, как говорится, почему корова такая большая, сразу говорят, так она же траву ест. Понимаете? Теперь нам надо всем есть траву. И вот мы будем здоровые и большие, как коровы. Еще и молока много дадим, наверное. Но, обращаю ваше внимание, корова потребляет траву, в ней содержатся эти молочные бактерии. Она в своих четверых желудках запускает процессы сквашивания. И уже излишки эти молочные бактерии в растениях, содержащиеся, размножаются. Сквашивание происходит у нее в желудках. Она вот этим своим пережевыванием обеспечивает максимальную поверхность этих бактерий для размножения им условия. И уже излишки ее направляются, эти бактерии, в ее молоко. Корова такая огромная, потому что она потребляет 5 килограмм, подчеркиваю, белка молочного в день. Никакой не травы. Да, понятно, что там будут какие-то витамины. Но она размножает белок, молочный белок. И на нем она такая огромная, как и бык. Вот из-за чего она большая. Никакая трава здесь не имеет роли. Трава – питательная среда для молочных бактерий, для завершения и сквашивания этого продукта. Вот это основа, опять же, о которой вегетарианцы забывают. Как и сыроеды не знают, что, опять же, все сейчас подменено. Вольшинство этого производится на дрожжах. Имеет кислотную среду. И его может спасти в лучшем случае именно сквашивание. То же самое и вегетарианцы. Вегетарианцы, запомните, корова здоровая, потому что 5 кг белка в день вырабатывает и потребляет. Вот почему она здоровая. Вот почему у некоторых вегетарианцев возникают огромные проблемы со здоровьем. Если они потребляют все вареное или даже приобретают что-то, не зная, что оно сделано на дрожжах, едят и начинают болеть. И фактически многие даже теряют здоровье или умирают. Именно из-за непонимания природных процессов. Потому что какой-то гуру сказал, что трава – это прекрасно, но не объяснил, как работает процесс. Как это проверить, что все, что вы, говорится, купили в магазине, можете проверить сквасть и померить его в эпометре. А все, вы видите, здоровая, это летит. Вот основа природы, вот основа ее работы. Понимайте это и используйте все. То же самое относится и тем, кто ест мясо. Напоминаю, что самая качественная колбаса, которая считается лечебной, она на основе молока, молочная так называемая. И даже высшие сорты колбас делаются с помощью живых молочных бактерий. Потому что молочные бактерии – это основа здоровой жизни вообще на земле всей. И они убирают, кстати, и негатив. Да, то, что там вегетарианцы говорят, корова страдала, ну и растения тоже страдают. Но все это убирают молочные бактерии. Они снимают весь этот негатив. Если дать им возможность, это сделаем. Это должны понимать и те, кто и траву едят, и кто сыроедет, и те, кто, говорится, и мясо потребляет. Что именно сквашивание молочными бактериями повышает максимальное качество продукта, устраняя весь негатив. Вегетарианец должен понимать, что корова вырастает на белке. И этот молочный белок он тоже потребляет с каждой травинкой, хоть огурцом, хоть я не знаю чем даже. А сыроед понимать должен, что он тоже должен брать только природное, что на основе молочных бактерий выросло, а не на основе дрожжей. Иначе будет иметь проблемы со здоровьем, хоть и будет сыроедом. Молоко – это не просто так называется. Это целая биоматрица. Кому интересны работы по, как говорится, выявлению основ письменности, откуда берутся все эти биоматрицы, письменность, свет, вы можете познакомиться с дополнительными материалами в ссылках под видео. Сейчас же я хотел вас поблагодарить всех за внимание. Особенно высказать благодарность тем активным людям, единомышленникам, которые помогают распространять этот материал, ставят классы, делятся этим в соцсетях. Те люди, которые, несмотря на свое время, помогли мне создать сайт и его наполнить. Огромная благодарность тем, кто помогает мне вести группу, наполнять ее материалами Народной Академии. Ссылка на нее вверху канала есть, в Одноклассниках, где я даю возможность высказаться другим людям, поделиться своими материалами, для того, чтобы другие тоже имели возможность высказаться и разместить свои наработки или просто интересные материалы. Также огромная благодарность тем, кто во времена тотального грабежа находит возможность поддерживать и финансово, или просто поставить лайк. Так что благодарю вас всех за внимание, изучайте, совершенствуйте свои познания, поймите, что все ответы в природе, все ссылки на использованные материалы под видео. С вами был Виктор Максименко. Благодарю вас всех за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...